Добрый вечер, шановне телеглядочи! Салям алейкум! Удмитлево Тандашлар! Добрый вечер, уважаемые соотечественники! Центр журналистских расследований приветствует вас в эфире телекомпании Черноморская. Сегодняшний выпуск посвящен теме блокады энергетической, морской и, возможно, блокады Украины со стороны России, как ответные шаги на действия Украины и гражданских организаций Украины. И сегодня мы также будем говорить о том, какие же цели и задачи должно ставить перед собой гражданское общество в плане деоккупации Крыма. Во второй половине программы гостей нашей студии будет эксперт, один из основателей фонда «Майдан закордонных справ» Андрей Клименко, с которым мы также поговорим о результатах блокады и о том, возможно ли блокада морская со стороны России, Крымского побережья и, соответственно, портов Украины. И в первой половине программы мы будем говорить о преследованиях, новых преследованиях в Крыму, в этот раз уже турецкой общины. И у нас в гостях главный редактор Крымского агентства новостей Гаяна Юксель, который также является соучредителем, насколько я понимаю, да, а ее супруг, владельцем этого интернет-агентства, которое не так давно тоже вынуждено было перебраться на материковую Украину. И началось это с того, что вашему супругу, гражданину Турции, запретили находиться на территории Крыма. Это было все-таки преследование политическое, в связи с тем, что он является собственником, по сути, издания. СМИ попали в первый эшелон, скажем так, гонимых и неугодных, поскольку были не согласны. Или это же было, скажем так, прелюдия к тому, что сейчас из Крыма начинают выдавливать турков после известных событий со сбитием российского истребителя. Здравствуйте, Валентина, селям олегам. Несомненно, если рассматривать ситуацию с моим мужем, который является одним из учредителей информационного агентства КХ «Крымские новости», это было преследование политическое. Только по политическим мотивам. 10 августа 2014 года ему был запрещен въезд на территорию Крыма, где он проживал более 20 лет. Вот подобно тому, как мы вернулись из Средней Азии на историческую родину, точно так же и он вернулся на историческую родину из Турции в Крым. Он проживал в Крыму, собственно говоря, имел все, что имел на территории полуострова, и теперь он не имеет возможности находиться там, где жил последние два десятилетия. Несомненно, сыграло роль для принятия этого решения его близость к Меджлису, к Меджлису крымско-катарского народа, потому что последние 10 лет он был советником председателя Меджлиса по вопросам взаимоотношения с Турцией. Сначала Мустафа Джамилев, потом Рифат Чубаров. И теперь, когда мы судимся с РФ, подали в суд, самое ужасное или комичезное в этой ситуации заключается в том, что нам до сих пор не объяснено, по каким причинам ему запрещен въезд на территорию. Собственно говоря, это же обычная практика была, зачитывался на административной границе уже за шлагбаумом российским, зачитывался приказ ФСБ. При этом основание для принятия такого решения не назывался. Мы знаем, та же самая ситуация была у Мустафы Джамилева, который уже в Москву обращался также для того, чтобы ему дали какой-то внятный ответ. То же самое с Рифатом Чубаровым, хотя там уже и уголовные дела были. Но, тем не менее, бизнес оставлен. Путь на родину закрыт, в том числе и для вас. И хотя из Медбея уже не пускали, вы продолжали ездить туда-сюда, оставаясь с редакцией в Крыму. Бизнес закрыт, агентство выведено за территорию полуострова, въезд ему был запрещен. То есть вся та работа, которая там проводилась, а помимо этого он еще вел и различные общественные проекты. Например, был такой проект, который в течение почти 12 лет реализовывался, «Крымдабр Чуджукохут. Выучи одного ребенка в Крыму». Это такая гуманитарная акция, направленная на помощь детям и на развитие родного языка. Она тоже была вынуждена быть приостановлена, потому что, когда уже я одна въезжала в Крым, и ко мне обращались люди и спрашивали, а вот будет ли продолжено, будет ли возможность также получать эту помощь. Я отвечала, что поскольку основной организатор этой акции за пределами Крыма, продолженной она быть не может сама по себе. А что касается разбирательств с Российской Федерацией, вы понимаете, да, совершенно верно, причин не называется на границе, но потом идут судебные разбирательства. И вот даже в судебных разбирательствах, когда приходит представитель ФСБ и озвучивает позицию ФСБ, наш представитель, единственный представитель в России, который может защищать интересы ИСМИТа и Юкселя, выводится за пределы здания, комнаты суда. Да, забирается сумка, забираются телефоны, чтобы, не дай бог, никто не услышал, по каким же причинам все-таки он был выдворен. Вот, и вот тогда, когда это случилось в августе прошлого года, я еще тогда подумала о том, что хорошо бы было, чтобы мы были последними в отношении кого производится вот такое беззаконие. К сожалению, практика показала, что мы оказались первыми. Да, ну, про притеснение сейчас граждан Турции, да, и людей, которые имели вид на жительство в Крыму до аннексии, и вели там бизнесы не только годы, но и десятилетия. Мы поговорим чуть попозже. Сейчас все-таки давайте остановимся на тех нарушениях прав человека, которые касаются граждан Украины. И вот появилась даже уже инициатива, и мы знаем сейчас уже с 28 декабря начнется рассмотрение по сути уголовного дела, так называемого дела 26 февраля, по которому сейчас трое арестованных ожидает своей участи. Никаких иллюзий относительно того, какой будет приговор оправдательный или обвинительный, по-моему, ни у кого нет. И в эти дни в Киеве уже, да, родилась инициатива объявить день 26 ноября днем сопротивления. Да, совершенно верно. Как вы к этому относитесь? Чья это идея? Эта идея была озвучена на встрече журналистов, которые рассматривали возможные мероприятия, или так называемый план мероприятий, который необходимо провести на материковой Украине, в Крыму, и не только в Крыму, но и в других странах. Мы вот сейчас думаем о том, чтобы привлечь к этому диаспору, в связи с двухлетием оккупации Крыма. И вот тогда была высказана идея о том, что 26 февраля хорошо бы было объединить, объединить днем сопротивления, поскольку считается, что Крым вот как бы не сопротивлялся, да, там не было тех, кто... Ну да, это упрек, который мы слышим ежедневно практически. Постоянно, постоянно. Почему же вы не сопротивлялись? Это безосновательный упрек. Это безосновательный упрек, и то поведение крымчан, крымских татар, украинцев, даже русских, в те дни, когда шла оккупация массирована, мы прекрасно знаем. Вот, объявлен день 20 февраля, день оккупации Крыма, официально он признан в Крыму, а вот как бы день сопротивления, это вот 26 февраля, в связи с тем митингом, который был проведен под стенами Верховной Рады. Здесь двоякая позиция. С одной стороны, да, действительно такой день нужен, поскольку Крым сопротивлялся и сопротивляется по-прежнему. Вот, ведь сопротивление, понимаете, оно разное, на разных уровнях. Есть знаковые события, моменты, прецеденты, такие как Риша Тометов, есть пропавшие без вести, есть сидящие в тюрьмах, а есть негласное сопротивление, я всегда об этом говорю. Есть люди, до которых не дошла... Тихий протест. Да, до которых не дошла телекамера, их не позовут в студию, их не пригласят на какие-то телепередачи, но они прошли через эти ужасы. Я, например, лично знаю женщину, которая с четырьмя детьми, крымская татарка была вынуждена выехать в Венинскую область и сейчас находится там, живет на пособие, вернее, снимает квартиру на пособие, а живет на то, что делает чебереки, пирожки там, продает и таким образом выживает. Так вот, это люди, которым в дом ворвалось ФСБ, положили всех в пол, провели обыск, а потом полушепотом рекомендовали покинуть Крым. Разве это не нарушение прав человека, разве это не протест, разве это не беззаконие форменное, которое мы наблюдаем на территории полуострова? И сколько таких прецедентов, сколько таких историй, которые как бы в подводной части Азберга... Эти истории могут быть бесчисленны, потому что, что мы наблюдаем сегодня, это действительно попытка выдавить крымских татар. То есть все преследования, аресты, обыски, вызовы на допросы, они, это общее, по моему мнению, имеют целью в том числе вытеснить из Крыма всех неугодных, несогласных, а крымский татарский народ, это полностью, можно сказать, мешает там, конечно, России рассказывать, продолжать рассказывать миф о крымском народе, как носителе суверенитета государства, республика Крым, да, потому что только крымский татарский народ имеет право на самоопределение на своей исторической родине. Но, тем не менее, в эти дни мы наблюдаем, и вам эта тема тоже близка, почему я, собственно говоря, и пригласила именно вас в студию. Это вытеснение сегодня из Крыма представителей турецкого бизнеса, тех, кому еще совсем недавно господин Аксенов рукоплескал. И мы читали в РИА Новости, да, крымская страничка о том, что турецкий бизнес готов там вложить в экономику Крыма полмиллиарда долларов. И нам рассказывали о более 20 проектах, которые готовы развернуть, были турецкие бизнесмены в Крыму, вкладывать туда инвестиции, это и коммуникации, это и транспорт, это и обустройство постоянной паромной переправы. Это все было в нарушении санкций Евросоюза и США, которые введены против Крыма за аннексию, да, против России. Турецкий бизнес страшно рисковал, но он вообще по всему миру рискует, скажем так, на первом месте, уступая только китайцам разве что, да. Вот, и, но это не те турки, которые работали до аннексии, да. Вот, и со всеми этими надеждами Крыму сейчас тоже приходится расставаться, потому что политика Кремля на сегодняшний день повернулась на 180 градусов. Ну да, на 180 градусов. Вот, но, по-моему, она продолжает еще вертеться, не знаю, на чем остановиться. Будем смотреть. Но самое главное, что сейчас вытеснение коснулось и тех, кто десятилетиями уже живет в Крыму, но и не имел гражданства Украины, поэтому автоматом не стал гражданами России. Вы знаете, вот это вот вся Вахканалия, шоу Вахканалия, которое творится в Крыму с турецким бизнесом и с турецкими гражданами, с простыми турецкими гражданами. Там проживают не только бизнесмены, там были и пенсионеры, там были и педагоги, вот, были просто турки, которые приезжали в Крым и оседали в Крыму, имея какие-то источники доходов у себя на родине. Это показатель того, как в стране идеологически заряженной и напичканной вот этим вот градусом ненависти может меняться политика. Совершенно верно, ведь совсем недавно в Крыму радовались и говорили, радовались тому, что Турция не присоединилась к санкциям и говорили о том, что вот сейчас Крым будет процветать благодаря турецкому бизнесу, благодаря турецким поставкам продуктов. Продовольствия, которые заменит украинское после начала блокады. Да, строительных материалов и так далее, и так далее. Вот, и оказалось, что после инцидента одного единого, и одного инцидента буквально в один день любовь сменилась ненавистью. То есть такие резкие перемены, они просто поразительны. Что касается вот этой информации о готовности вложения средств турецкого бизнеса в Крым, то полмиллиарда долларов это еще мало. Мы вот, например, видели информацию о том, что 12 миллиардов долларов из района, совершенно верно, Кайсири, при том условии, это первый этап, а вообще 12 миллиардов, при том условии, что оборот провинции Кайсири в Турции составляет 8 миллиардов долларов в год. Так спрашиваются, откуда деньги. Мы сами, как информационное агентство, которое в том числе работает и на турецкую диаспору, пытались разбираться в этих ситуациях. Искать эти деньги, да? Искать эти деньги, искать эти инициаторы. Ведь совершенно ясна и ясна и четкая была позиция правительства. Несмотря на то, что Турция не присоединилась к санкциям, Турция оккупацию Крыма, аннексию Крыма не признала. И вложение денег, по большому счету, является противозаконным по тем же законам Турции. Так вот, вот эти все хвосты, это частные инициативы отдельных граждан, которые, пользуясь ситуацией, возможностью или какими-то знаниями, проживая в России, думают о том, что возможно будет что-то делать в Крыму. Так вы знаете, как они везли этих бизнесменов в Крым? Совершенно под другим месседжем. Они говорили о том, что Путин выделяет на Крым деньги на строительство, на дороги. А вы будете осваивать, да? Да, а вы имеете возможность участвовать в этих проектах. А в целом, конечно же, ситуация в Крыму удручающая. Никакой правовой основы, никакой правовой базы для выдворения вот этих турецких граждан, которые проживают на территории Крыма, не имеется. Давайте конкретные истории. Во-первых, сколько таких бизнесменов сейчас выдворяется из Крыма? Насколько это чувствительно для экономики Крыма? Потому что я знаю, например, ну опять же, в том числе и из ваших публикаций, знаю о крупном производителе всевозможных восточных сладостей. Это Крымский Султан, известная торговая марка, а завод Заря, мне кажется, называется. Нет, Султан, они... Нет, ну там общество с ограниченной ответственностью. Я имею в виду Юрлицо, это торговая марка, а юридическое лицо, это завод Заря, который производил, собственно говоря, достаточно много, ну весь Крым, можно сказать, они не только Крым. И не только Крым, и Украина, и в последнее время они были переориентированы на российский рынок. Дело в том, что турецкий бизнес... Что с этим бизнесом? Он закрывается? Насколько мы владеем ситуацией, насколько мы имеем информацию с Крыма, сейчас завод выставлен на продажу. То есть владелец этого завода выставил его на продажу, хотя он полностью порвал всякую связь с Турцией и вкладывал все, что зарабатывал, вкладывал в Крым. Я вам хочу сказать, что по результатам... Я не ошибаюсь, если 2010 или 2011 года вот этот завод был рекордсменом в Крыму по налогообложению. То есть количество отчислений, налоговых отчислений, заработной платы сотрудников этого завода было рекордным. Было рекордным. Такой вклад в экономику Крыма. Рабочие места, возможность людям зарабатывать на хлеб и так далее, и так далее. Что касается в целом турецкого бизнеса, по большому счету его никто никогда не считал. Ни Украина, ни Турция. Вот сколько же турков приехало и сколько чего они вложили в Крым. Но ситуация показывает следующее. В Крым ехал либо очень крупный бизнес на уровне государственного, вот такие как турецкие авиалинии, потому что когда они заходили в Крым 10 лет назад, интересы турецких авиалиний лоббировались на уровне посольства Турции, которая приезжала в Крым и просила открыть дорогу для турецких авиалиний. А почему? Потому что туда, куда приходят турецкие авиалинии, за ним подтягиваются турецкие предприниматели и бизнес. И средний бизнес – это сфера обслуживания, строительные материалы, торговля и так далее. И торговля, торговля, торговля. Товары в Крыму, основном турецкого производства. Да, я бы не сказала, что среди них были только люди, которые только приезжали, открывали ЧП или ООО украинские и что-то делали. Это были люди, которые полностью рвали связь с Турцией и вкладывали это в Крым. Так вот, что теперь с этим бизнесом, которого никто не считал, но которого теперь оказалось достаточно много? Всех турков без исключения вызывают в органы. Вызывают в органы. С ними проводятся беседы, снимаются отпечатки пальцев, их заставляют подписывать какие-то бумаги. Кто-то понимает, кто-то не понимает, какие бумаги. Правовым основанием для этого, которого нету как такового, ну не можешь быть сбитый самолет правовым основанием. Нет закона, скажем так. Нет какого-то постановления правительства. Нет никакого приказа ФСБ или есть. Якобы является миграционный режим и необходимость этих граждан до Нового года уведомить органы ФМС или другие о своем пребывании в Крыму. И если они якобы не уведомляют о своем пребывании, их имеют право выдворять. Нет, так это вопросы пребывания на территории, да? А вопросы введения бизнеса? Выдворяют, люди заставляют выезжать, и люди вынуждены, вынуждены решать вопросы с бизнесом. Я лично знаю турецкого предпринимателя, который тоже, как я уже говорила, вкладывал все в Крым. Вот, и сейчас ему было сказано о том, что он должен покинуть территорию Крыму. Что с бизнесом? Либо переоформляет на родственников, которые являются нынешними гражданами России, либо выставляет на продажу. Ситуация усугубляется еще тем, что все эти люди боятся говорить, боятся разговаривать. То есть элементарно пригласить их на беседу, получить от них сведения, получить от них объяснение, очень сложно. Каяна, я задам вопрос прямым текстом. Но все равно вы с ними общаетесь. Не под запись, понятно, очень много знакомых, очень много все-таки знакомых у вашего супруга. Все равно они держались, так сказать, граждане Турции, наверное, как-то общались между собой. Я задам вопрос напрямую. Можно ли предположить, что сейчас под этим выдавливанием очень много бизнеса, будет просто-напросто, люди вынуждены будут его то ли бросить, то ли переоформить на людей, от которых зависит их свобода и безопасность, либо им придется в обросовой цене это все продать, опять же, людям, аффилированным с представителями крымской власти. Не пошли вторые жнева у господина Аксенова и его коллег? Совершенно верно. Под этим выдавливанием может быть все, что угодно. Полный правовой беспредел и самые разные последствия. Уже есть информация о том, что людям предлагают продать бизнес в Крыму. Продать бизнес в Крыму и предлагают суммы, которые составляют четверть от того, что они вложили от реальной стоимости. Да, на территорию полуострова, от их реальных затрат. Вот. Есть те, которым ставятся сроки. Вы должны в течение месяца покинуть полуостров. И когда человек говорит о том, что у меня машины, а у меня оборудование, у меня предприятие, это ваша проблема. Вот. И люди, как говорится, кора-кора по-черному думают, что же делать с тем, что они имели на территории полуострова. Кто-то выводит свой бизнес на материковую часть Украины? Очень многие. Очень много турков сейчас оседают в Херсонской области. Вот Херсон, это стало такой столицей миграции турецкого бизнеса. Здесь еще очень важный морально-этический аспект. Понимаете? Дело в том, что когда в дом заходит вор, этот вор не разбирается, что вот эта квартира хорошая, а вот эта квартира плохая. И когда вот случились события в 2014 году, ведь турки, которые находились на территории полуострова, они тоже разделились. И это не секрет. И очень многие даже радовались и говорили о том, что теперь украинский рынок закрылся, ну и пусть, но нам открылся 160-миллионный рынок России. А другие возражали. Мы говорили, не будет этого, не будет возможности для хорошей работы, потому что беспредел, он будет беспределом в отношении всех. К сожалению, оказалось то, о чем полтора года назад говорили. Ну вот нет худа без добра, что называется, Херсонская область действительно сейчас неожиданно получила вот такой приток инвестиций и возможно и налогов в будущем, да, недалеком. Я еще летом обратила внимание, что весь аэропорт в Херсоне, который до этого практически был закрыт, до аннексии, завешена рекламой турецких авиалиний, на Турцию каждый день летал самолет, в Киев два раза в неделю. А теперь буквально неделю назад, да, в Скадовск, который тоже, можно сказать, длительное время был лишен возможности паромной переправы с турецкими портами, пошел паром. И сейчас с нами на связи наш херсонский корреспондент. Александра Казарова, добрый вечер, Саша. Здравствуйте, в Куре. Да, и Александра, паром первый пришел, привез апельсины на Херсонщину, да, и сейчас ожидается второй паром, насколько я понимаю, уже буквально к концу этой недели. Так ли это? Да, действительно, это так. Первого декабря уже прибыл на территорию Скадовского морского порта первый коммерческий паром, груженный апельсинами. Правда, это немножко омрачилось, скажем так, небольшой скандальной ситуацией. Вот, но, как прокомментировала администрация Скадовского морского порта, то это не более чем недоразумение и усугубление ситуации местными средствами массовой информации, но стоит отметить, что в администрации возлагают очень большие надежды на возобновление паромного сообщения между Зангулдаком и Скадовском. Дело в том, что это сообщение работало фактически с 90-х годов до 2014-го, по той ввиду ситуации в Украине, как бы турки с каких-то своих соображений, ну, скажем так, перестали, прекратили это сообщение. Вот, и в 2015-м в ноябре усилиями нашей местной администрации областной, а также администрации провинции Мерсин удалось восстановить это паромное сообщение и вот сейчас уже как бы ожидается прибытие второго парома. К счастью, ситуация, которая сложилась 9 декабря, никоим образом не повлияла на отношения между двумя сторонами. Вот, до конца этого года между сторонами будет договоренность о еженедельном сообщении, сейчас это грузы цитрусовые, вот, но уже с нового года планируется расширение их деятельности и возвращение к тому, что было вот как бы раньше, а раньше это были паровые, паромные переправы автомобильного транспорта, вот, и если вернется как бы эти переправы, то это даст возможность большего заработка Скадовскому морскому порту, а соответственно и самому городу Скадовску, ведь Скадовский морской порт это по сути, ну, наверное, единственное, самое большое бюджетнообразующее предприятие Скадовска. Да, Саша, а то, что касается, скажем так, проблемной ситуации, которая возникла с первым рейсом, я напомню нашим телезрителям, кто, наверное, интересовался этой темой, то там получилось так, что груз, который прибыл, это апельсины, оказалось их на 10 тонн больше, чем было задекларировано, в связи с чем этот груз был изъят излишек, да, направлен на таможенные склады в Церепинском районе, ну, и возникла такая, так понимаю, недоразумение, но администрацией областной это было воспринято как попытка таможни выкручивать руки предпринимателям местным Херсонским, поэтому по призыву администрации областной сейчас там, я так понимаю, идут проверки, правильно? Да, сейчас проходят проверки, когда ситуация эта произошла, то изначально заявлением выступила заместитель главы Херсонского благосадминистрации Валентина Сечевая, которая, по сути, рассказала об этом факте, что к ней обратились предприниматели, якобы им выкручивают руки, действительно, как вы говорите, и были чуть ли не украдены 10 тонн товара. Она своим заявлением как бы обратилась ко всем компетентным органам, чтобы они провели соответствующие проверки, а насколько нам известна ситуация, то действительно эти проверки сейчас проходят, и как бы все с нетерпением ждут их результатов, потому что как бы это был, ну, довольно вопиющий для Херсонской области. Ну, как я повторюсь, в администрации Сходовского морпорта эту ситуацию прокомментировали таким образом, что все было согласно букве закона, что турецкая компания привезла на 10 тонн товара больше, нежели было задекларировано изначально. Ну, уже замечательную точку здесь должны поставить правоохранительные органы. Спасибо большое Александра Казарова, корреспондент Центра журналистских расследований в Херсоне, следит за ситуацией. Ну, первый блинкомом, но я думаю, что он не будет последним, тем более, если учесть, Нет, почему блинкомом? Все прекрасно. Активизация бизнеса неминуемо упирается в коррупцию, упирается в несовершенство работы наших служб всевозможных. Ну, долгое время застой был, тут пришли, пришел грустно, почему бы не поработать? Тем более, если учесть, что Мерсин и Херсон недавно стали городами-побратимами, вот, подписан меморандум о том, что это теперь два города-побратима, эта традиция еще была заложена в Крыму, украинском, там вот был Эскишир и Бахчисарай, я думаю, что это никак не повлияет на взаимоотношения между Украиной и Турцией, тем более, что все отмечают то, что турецкий бизнес от России разворачивается на Украину и теперь рассматривает украинский рынок как сферу реализации. Спасибо огромное. Гаяна Юксель, главный редактор информагентства, Крымское агентство новостей. Спасибо большое, очень содержательно. Будем следить за судьбой турецких бизнесменов на оккупированной территории Крыма и я думаю, что самое лучшее для них это переехать вместе со своим бизнесом на материк, Ферсонскую область, которую, я так думаю, мы все-таки сделаем витриной и плацдармом для возвращения Крыма. Спасибо вам. Я надеюсь, что вот эта антитурецкая вахканаль, она все-таки в ней не будут участвовать здравомыслящие люди, в том числе и крымчане, которые там живут. Вот, например, совсем недавно появилось письмо жителей улицы Турецкой, которые обратились с просьбой не переименовывать их улицу, поскольку это создаст материальные расходы и неудобства. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Спасибо огромное, Гаяна Юксель, главный редактор информагентства Крымское агентство новостей. И я надеюсь, что с вашей помощью мы будем следить за судьбой турецких предпринимателей в Крыму. Я думаю, что самое лучшее для них сейчас перебраться на Херсонщину для того, чтобы помочь нам сделать из этой области и витрину и плацдарм для возвращения Крыма. Спасибо огромное. В этой студии мы ждем Андрея Клименко, ведущего эксперта фонда Майдан закордонных справ и возвращаясь к теме прав человека, напомним, что одному из фигурантов дела 26 февраля Ахтемыч Игозу на этой неделе исполнился 51 год. Встретил он его в СИЗО Симферополя, а не в кругу своей семьи и друзей. Но сюжетом наших крымских корреспондентов мы также хотим поздравить его и поддержать в застенках ФСБ. Надеемся, что вскоре все-таки мир для него тоже станет свободным. Почти 11 месяцев российскими правоохранителями ведется следствие по так называемому делу 26 февраля, когда у Синберховной Рады Крыма проходили две акции. Митинг, организованный Меджилисом Крымско-Татарского народа и альтернативный ему, созванный русским единством Аксенова. Главным обвиняемым по делу по версии следствия является заместитель главы Меджилиса Ахтем Чайгос. По этой же версии он был организатором массовых беспорядков, в результате которых погибли два человека. Как говорят родные Чайгоза, Ахтем во время митинга как раз занимался обратным, что зафиксировано на многочисленных видеоматериалах. Он сдерживал толпу, став между сторонниками и противниками готовящегося референдума по амексии полуострова. Если бы не провели бы русское единство, я так думаю, и вот этого толпа там не было бы. То есть, ну хорошо, еще не было этой столкновения. Хорошо, что мой сын и другие еще останавливали мой народ для того, чтобы вот этого не случилось. Если бы значит не остановили бы, если бы пошло бы столкновение, как Чубаров говорит, когда я зашел в Верховную Раду, в Верховный Совет, а там стоял бронетранспортер с пулеметом, естественно, если бы это началась бы стрельба, почему-то, я так думаю, в первую очередь стреляли бы в крымские татары. Если бы не было там этого русского единства, там как этот митинг начался, так и всегда все эти 23 года мы во времена значит Украины делали эти митинги, требовали свои права и у нас никогда такого митинга не было, чтобы или никогда у нас не было таких намерений, чтобы митингом убить кого-то или допустим наезжать на кого-то. Супруга Ахтема Эльмира отмечает, что российские правоохранители сделали ее мужа главным фигурантом криминальных событий, но его роль на митинге была совершенно иная. Обстановка была настолько накаленной, что основная задача находившихся там членов Межлиса было удерживание людей и не допущение каких-либо столкновений и человеческих жертв. Когда Рифат Агачубаров и представители другой стороны Аксенов и кто там еще был я не владею этой информацией занимались политическим разрешением этого вопроса в стенах Верховной Рады Крыма, то здесь Ахтем и его соратники и его коллеги по Межлису занимались именно успокоением населения и допущением таких массовых столкновений. Предположить, что спустя почти год после событий, произошедших до так называемого референдума, Крыму задержат, а потом и арестуют Ахтема семья не могла, исходя из простого здравого смысла. Однако, говорят, предпосылки к тому были. Любой здравомыслящий человек, который живет в Крыму, он видит определенные опасности. Значит, недопущение Мустафа Ага в Крым, затем выдворение Рифат Чубарова. Сейчас очень активно муссируется тема, что они сами уехали, и замалчивается информация о том, что им запрещают на сегодняшний день въезд в Крым. Это были предпосылки соответствующие. Дело 3 мая. Некоторые из сочувствующих, скажем так, они предупреждали его и говорили, что тебе лучше выехать, потому что, возможно, против тебя будет открыто какое-то дело. Однако, семья приняла твердое решение остаться на своей родине. После возвращения в Крым из мест депортации, рассказывает мать Ахтема Алие Ханум, они вместе со старшим братом стали активистами национально-освободительного движения, участвовали в отстаивании прав своего народа. Вот они приходили всегда, и мне говорили, ты с молоком матери впитала в нас любовь к родине, теперь ты должна быть сильная. Старались быть сильными, и я сделала вывод, что действительно мы детей своих в таком духе воспитали. и в данный момент мой сын пострадал за то, что он любит свою родину и свой народ. Никому ничего плохого он не сделал. Ахтем Чайгос, говорят его родные, после ареста стал не просто обвиняемым, не просто политзаключенным, он стал заложником. Власть российская, крымская теперь, в частности, она работает по принципу взятия заложников. И таких заложников по разным ситуациям в России сейчас очень много на самом деле. Поэтому Ахтем это вот такой своеобразный заложник в решении крымско-татарской проблемы. Ахтем сейчас, он сидит практически за всех крымских татар и за тех людей, проживающих в Крыму, которые занимают такую вот проукраинскую позицию. 14 декабря Ахтему Чайгозу исполнился 51 год. Впервые этот день он провел не со своей семьей, а в стенах СИЗО. Однако его семью в этот день поздравили соратники и друзья Ахтема. Когда собрались эти люди, Меджлис пришел, все вот дети, которых сидят, их не родители, с поклоном к нам пришли, что у нас такой сын, и я только этим гордилась. Ему желали, чтобы он скорее вернулся, чтобы Аллах помог. У нас одна надежда, Аллах. Мы ни в чем не каемся, что мы воспитали такого сына. И желаем каждому, чтобы воспитывали такого сына. Семья Чайгоза говорит, что процесс по делу 26 февраля войдет в трагическую историю крымско-татарского народа. Но уверены, что и это он переживет. Как пережил депортацию, сложное возвращение в Крым и восстановление своих прав на родине. С чем можно сравнить этот день? Мне даже трудно, наверное, нет такой ассоциации. У меня такой ассоциации нет, с чем можно сравнить и как его можно будет. Я, может быть, повторюсь, но для меня это день обострения наших каких-то основных ценностей. Для меня это будет день борьбы за свободу, день борьбы за правду, день борьбы за право жить и развиваться на своей родине. Родные предполагают, что цель показательного процесса над Ахтемом Чайгозом Али Асановым Мустафоди Герминджи вынудить крымских татар и других крымчан, не поддерживающих аннексию полуострова России, выехать из Крыма. Учитывая все то, что у нас было, нашу ментальность, наше мировоззрение и вообще все, что сейчас происходит, рассчитывать на то, что крымские татары уедут отсюда, это просто неправильная позиция. Семья без иллюзий ожидает конца процесса. На оправдательные приговоры освобождения из-под ареста никто не рассчитывает. Как заказали, как хотят, так и закончатся. Он знает свою правду, у него есть свою правоту, вот так скорее всего, да, поэтому, безусловно, сломать его, те, кто очень хорошо его знает, они понимают, что его сломать невозможно. Рассмотрение по существу уголовного дела в отношениях Тимачейгоза назначено на 28 декабря.